Друзья, здравствуйте! Меня зовут Настя, вы смотрите Конакову онлайн. Россия самая большая по территории страна в мире. Для того, чтобы управлять такой махиной, нужны непоколебимая воля, великая сила духа и внушительный бюджет. Бюджет Российской Федерации делится на три уровня федеральный, региональный, муниципальный или местный. В Конаковском районе 17 муниципальных образований, район и 16 сельских и городских поселений. Каждое из 17 муниципальных образований формирует свой собственный бюджет. Давайте разберемся, как формируется местный или муниципальный бюджет на примере Конаковского района. Знаете ли вы, как формируется бюджет района и городских и сельских поселений ну конечно могу вам сказать что наверное я знаю хотела бы конечно поподробнее узнать вот именно от вас это происходит например вот ну какие моменты хотели бы узнать мне бы конечно хотелось больше бы узнать вот например как как средства выделяется на дороге на социальную тоже сферу в плане детских учреждений например я работаю в библиотеке в детской как вот вы выделяете деньги именно конкретно на детские учреждения конкретно библиотеку да знаете вы задали очень интересный вопрос потому что я если честно говоря никогда об этом не задумывалась конечно хотелось бы узнать из каких статей состоит бюджет как он принимается более подробно чтобы где-то это было озвучено и освещено знаете ли вы как формируется бюджет района и городских и сельских поселений знать бы что такое бюджет район если вы узнали что это такое не знаю что это такое а было бы интересно узнать что это такое и с чем это едят я думаю что нет наверное у меня еще не тот возраст мне кажется этим интересуются люди более старшего возраста им это интересно а я вообще сейчас в другой тфере интересов бюджетные деньги это наши как бы общие деньги и получается мы здесь живем и неужели не интересно на что их тратят власть нет нет к сожалению нет этот вопрос мне совершенно не знаком но и было бы интересно узнать особенно что я могу сказать просто как представитель народа что можно так говорить в общем по всей стране не только в нашем районе в нашем городе что наша власть относительно себя дискредитировали поэтому чем прозрачнее будет для народа форма пополнения бюджета особенно статьи его расходования прям чтобы детально народ мог где-то проследить куда-то зайти это должно быть видно это было бы замечательно потому что это будет как раз таким одним из пунктов который частично сгладит тот народный негатив который вот в умах и сердцах сформировался но вообще конечно хотелось бы чтобы людям было понятно вот куда тратятся деньги как они используются какой у нас бюджет профицит на дефицитный и но и как по кварталам например он израсходован с учетом тех мероприятий которые например были запланированы на первый квартал и как он был использован и остались деньги или не хватило их знаете все нюансы куда денежки тратить да спасибо большое а вы знаете как формируется бюджет я не знаю но предполагаю знаю только единственное что от налогоплательщиков все а что было бы интересно узнать интересно узнать например на какие нужды тратится налог например вот у нас рудэ не обещал когда при встрече с избирателями что будет строительство морга вот из бюджета из нашего будут ли или с областного финансирования будет очень интересно расходная часть бюджета до структуре бюджета есть доходная и расходные части и его формирование начинается с планирования доходов на год доходная часть состоит из налоговых неналоговых и безвозмездных поступлений налоговые доходы поступающие бюджет муниципального района и бюджеты городских и сельских поселений определены бюджетным и налоговым законодательством сумма налоговых доходов на следующий год планируется управлением федеральной налоговой службы по тверской области основным налоговым доходом бюджета муниципального района является налог на доходы физических лиц. А, например, налоги на землю и имущество физических лиц поступают только в бюджеты городских и сельских поселений и являются для них основными налогами. Неналоговая доходная часть бюджета – это доходы от использования муниципального имущества, земельных участков и от продажи этого имущества. Планируются данные доходы на следующий год по утвержденным методикам прогнозирования. Плановые безвозмездные поступления – это дотации, субсидии, субвенции, гранты, которые предоставляются бюджету муниципального района и бюджетам городских и сельских поселений на определенные цели из федерального и регионального бюджетов. Например, дополнительные средства на обеспечение школьников горячим питанием с 1 по 4 класса. А бывают еще вне плановые безвозмездные поступления, например, такие как грант на набережную или на центральную районную библиотеку. Эти деньги были получены благодаря победе в конкурсе, проводимых федеральными и региональными органами власти. Ежегодно планируемая сумма безвозмездных поступлений в бюджет Канаковского района составляет 1 миллиард рублей, а налоговых и неналоговых доходов – 600 миллионов рублей. В рамках прогнозируемой цифры доходов формируется расходная часть бюджета. При этом нужно понимать, что бюджетные средства могут расходоваться только по тем направлениям, которые соответствуют полномочиям муниципальных образований. Например, в районе – это отрасль образования и спорта, а в городских и сельских поселениях – это коммунальная сфера и благоустройство территории. А вот медицина – это уже полномочия регионального бюджета. Главная задача местного самоуправления – это разносторонне развивать территорию и улучшать качество жизни ее жителей. И расходная часть бюджета должна в полной мере этой задаче соответствовать. Как формируются расходы бюджета и кто решает, какими они будут? Давайте разбираться. Процесс формирования и контроля расходной части бюджета происходит в три этапа. На первоначальном этапе получатели бюджетных средств – это 80 муниципальных учреждений Гонаковского района, это наши школы, детские сады, музыкальные и спортивные школы, казенные учреждения, местные органы власти – представляют информацию о планируемых расходах в свои отраслевые отделы управления администрацией. В составе этих расходов есть как обязательные расходы – это, например, выплаты заработной платы сотрудникам со всеми отчислениями в бюджетные фонды, это коммунальные расходы по содержанию зданий и сооружений, так и необходимые расходы на проведение текущих капитальных ремонтов. Но, как правило, всегда средств не хватает на все, что необходимо сделать в плане ремонтных работ и укрепления материальной технической базы. Поэтому администрация Гонаковского района для увеличения своих возможностей в этом направлении, так же, как и администрация всех наших поселений, участвует в региональных и федеральных конкурсах для получения безвозмездных доходов из вышестоящих уровней бюджета. После согласования своей информацией о планируемых расходах материалы представляются в управление финансов администрации Гонаковского района для получения положительного заключения о соответствии представленных документов законодательству. После получения заключения от управления финансов начинается второй этап согласования расходной части бюджета. Начинает свою работу бюджетная комиссия. В состав бюджетной комиссии администрации входят руководители отраслевых отделов и управлений, комитетов и руководители местных органов власти. В течение двух недель ежедневно с приглашением депутатов в собрании депутатов Конаковского района и руководители учреждения при необходимости рассматриваются представленные материалы и выносится обоснованное решение о включении тех или иных расходов в проект бюджета следующего года. После окончания работы бюджетной комиссии все материалы, полностью проект бюджета представляется в Министерство финансов Тверской области для получения оценки и заключения о соответствии бюджета бюджетному законодательству. Третий этап формирования бюджета это представление проекта бюджета контрольно-революционной комиссии и депутатам собрания депутатов, которые после принятия проекта бюджета за основу представляют его общественности для обсуждения и внесения предложений. После внесения проекта бюджета в собрание депутатов Конаковского района проводятся заседания депутатских комиссий и сессии. 25 ноября мы приняли проект бюджета Конаковского района на 2022 год за основу и он будет предъявлен общественности на сайте администрации Конаковского района и газете «Заря». До 17 декабря у каждого жителя и депутатов будет возможность направить свое предложение и замечание по проекту бюджета. Сделать это можно, направя свое предложение и замечание по электронной почте на сайт администрации Конаковского района или на бумажном носителе в администрацию Конаковского района общественную приемную, расположенную на первом этаже. 17 декабря будут проводиться публичные слушания по проекту бюджета Конаковского района на 2022 год в соответствии с требованиями положения по личных слушаниях и только после этого они будут направлены в собрание депутатов Конаковского района на утверждение. Наш бюджет это финансовый план, который помогает органам местного самоуправления решать важные задачи в интересах каждого жителя района. И если посмотреть шире, то получателями бюджетных средств являются не просто муниципальные учреждения, а каждый отдельный человек. Все мы ездим по дорогам, капитальный ремонт которых проходит на бюджетные средства. Мы вводим своих детей в школу, где их учат и кормят на бюджетные деньги. Как только проект бюджета Конаковского района будет опубликован в официальных источниках, до 17 декабря у каждого из нас есть возможность внести свои предложения на тему его расходной части. Где будет публикация, чтобы вы могли с ней ознакомиться и как зарегистрировать свое предложение, читайте в описании к видео. И конечно, как только проект бюджета опубликуют, мы вам сообщим об этом. Друзья, давайте занимать активную позицию и взаимодействовать с властью, высказывая свое мнение. Тогда и только тогда нам всем будет комфортно жить, учиться и работать в Конаковском районе. Пишите в комментариях, удалось ли вам разобраться, как формируется бюджет. Обязательно приходите на публичное слушание проекта бюджета 17 декабря. О времени и месте мы сообщим. С вами была Настя, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok